Вот конвертик. Там изложена информация о наших героях. Спасибо, буду читать. Листок бумаги сложенный треугольником. Так во время войны фронтовые письма приходили. Но это письмо не от героя, а о герое. И написали его современники, севастопольские волонтеры, чтобы каждый, кто гуляет в Парке Победы, мог забрать такой треугольник домой, прочитать и больше узнать о людях, чьими именами названы городские улицы, проспекты, площади. Здесь, например, информация о Степане Неустроеве. Степан Неустроев – герой Советского Союза, легендарный комбат. Он командовал батальоном, бойцы которого в Победном мае водрузили красное знамя над Рихстагом. Исторический факт известен во всем мире, а вот биографию Степана Андреевича знают, увы, не все. Треугольники с его портретом и краткими сведениями о жизни и подвигах решили раздать именно в Парке Победы. Не случайно. Рядом площадь Неустроева и памятный знак. Такие акции очень нужны и важны для нашей страны, так как сейчас историю хотят переписать и в наших силах именно сохранить историю подвига героев, историю их смертей, возможно, чтобы дети наши знали и помнили. В районе вокзала рассказывали о знаменитом подпольщике Василии Ревякине на Большой морской, о современнике – герои России, космонавте Антоне Шкаплерове. Судьбы, насыщенные событиями, в письмо, конечно, не уместить, но получив треугольник от волонтера, невольно захочешь узнать о человеке больше из книг или документальных фильмов. Акция улицы героев прошла в разных регионах страны. В Севастополе ее смысл особенный, и это неудивительно. Город и сам герой, переживший две обороны. Здесь по топонимам можно историю изучать. Так памятник авиаторам-черноморцам стоит на проспекте Острякова, самого молодого генерал-майора Советского Союза. Во время Великой Отечественной он не только командовал военно-воздушными силами Черноморского флота, а и сам совершил 100 боевых вылетов над Севастополем, сбил вражеский самолет Ме-109. Это человек, который защищал Севастополь в Великую Отечественную войну. Кем он был? Насколько я помню, генерал. Это герой Отечественной войны, который совершил подвиг. Погиб он в бухте Омега, защищая город Севастополь. За день волонтеры Победы раздали около 400 треугольников. Акцию проводят в 2015-го и прекращать не планируют. Ведь в Севастополе всегда будет о ком рассказать. Анастасия Синица, Дмитрий Сидоренко. Новости Севастополя.